Всем привет! Сегодня мы в очередной раз поговорим о фитнес-аксессуарах. В этот раз будет компания Lenovo. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Итак, пока все ждут новый браслет от компании Xiaomi Mi Band 3, давайте познакомимся с очередным фитнес-аксессуаром от китайцев. Это компания Lenovo. Мне стало интересно, она действительно производит браслеты и фитнес-гаджеты? Да, производит. Итак, перед нами одна из немногочисленных моделей. Это HX03. Давайте посмотрим по характеристикам. Ну, здесь все на самом деле банально просто. Это, как всегда, у нас счетчик калорий. Точнее, счетчик шагов. Информационный дисплей для того, чтобы вы не пропускали свои уведомления. Есть сердечный ритм. Работает 8-10 дней. Поддержка Bluetooth 4.2. То есть, у нас экономит заряд батарейки. USB Direct, то есть, соответственно, USB-friendly. Android 4.4 Plus, либо iOS 8 и выше. iOS 8 не 8, а iOS 8 просто точка и выше. В принципе, по батарейкам 5 вольт 1 ампер, OLED-экран и IP68. То есть, это все у нас дело поддерживается. Давайте посмотрим, распакуем, что же за такой вот браслетик. Мне просто стало интересно. Действительно, не все же только Xiaomi. Разные браслеты у меня были от именинных и не очень китайцев. В этот раз компания Lenovo. Давайте. Ну, коробочка, в принципе, она, знаете, такая бумажно-картонная. Ничего такого от нее ждать не стоит, потому что аксессуар стоит, ну, не очень много. В пределах 25, максимум 30 долларов. И что мы получаем? Во-первых, разнообразие расцветок ремешков. Здесь экземпляр у нас черненький. Есть еще красненький, золотистый, бежевый, зеленый. В общем, по ссылке в описании можете это все увидеть. По первым впечатлениям и тактильным ощущениям. Браслеты у нас прорезинены. Сама вставка в виде капсулы, она, скорее всего, каким-то образом... Нет, смотрите. С одной стороны она точно не открывается. Обязательно у нас есть инструкция. Да, у нас отстегивается браслетик с одной из сторон. И вы можете все это дело заряжать с помощью либо зарядки, либо пауэрбанка. По ремешочку есть логотипчик. Вообще очень все похоже на Xiaomi Mi Band 2. Окей, давайте поближе познакомимся с дисплейчиком. Видно ли на нем матричную сетку. По экранчику у нас, наверное, долгий тап у нас каким-то образом это все дело включает. Хотя я сомневаюсь, что он включится просто от действия нажатия на сенсорную кнопку. Давайте пока по эргономике. На руке он смотрится следующим образом. Очень похож на Xiaomi. Не перестану повторять, что очень похоже все это дело на Xiaomi Mi Band. Даже по стилистике немножко он больше, потому что капсула у Mi Band, она такая миниатюрная. Все любят пользоваться смартфонами Xiaomi и в том числе фитнес-аксессуарами Xiaomi. Очень тугой ремешок. Он прямо из такой резины сделан, что с одной стороны у него нет никаких контактов, а с другой стороны у него есть контактная площадка для того, чтобы вы это все дело могли заряжать. И скорее всего, если я сейчас это все дело воткну в Powerbank, то браслет у нас включится. У нас есть Powerbank. В вашем случае это может быть зарядка или также Powerbank. Подключаем и видим, что у нас полностью заряжен браслетик. Дело до приложения еще не дошло. Давайте мы закроем эту штуку, потому что он заряжен на 100%. Пока вот информация следующая. На экране при нажатии на одну единственную сенсорную кнопку, точнее не кнопку, а на одну единственную сенсорную область дисплея, то есть в этом месте, во всех местах не нажимается, нажимается только снизу. Я вижу следующее. В принципе, ничего такие симпатичные часики. Единственное, что скорее всего, это никаким образом сюда не подгрузить и не установить что-то другое. Есть измерения у нас и километража пройденного расстояния, и калории, и, собственно, и все. Есть дата, есть день недели, есть информация на дисплее о том, сколько батарейки у нас в браслете осталось. Давайте посмотрим, давайте попробуем замерить пульс. Друзья, каким образом происходит первое включение? Во-первых, вы отсоединяете одну из частей браслета, подключаете к Powerbank либо к зарядке, и просто на 3 секунды нажимаете кнопочку, единственную сенсорную кнопку, которая здесь есть. После этого браслет включается и готов к использованию. Конечно же, вы можете установить сопряжение с приложением, установленным на ваш смартфон, без разницы, каким вы пользуетесь, либо Android, либо iOS, на руке. Ну, кстати, довольно-таки неплохо смотрится. Говорят, что поддерживается до 8 дней зарядки. Давайте посмотрим, что у нас по счетчику измерения пульса. Посмотрим, какой у меня пульс. Ну, а пульс у меня 98 ударов в минуту, скорее всего, это правда. Давайте посмотрим, смогу ли я соединить этот браслет. До активации у нас вот такая вот информация на дисплее. До того, как вы нажимаете на единственную сенсорную кнопку, вы можете просто посмотреть время. После того, как браслет сейчас, дисплей потухнет, можно просто смотреть время. Вот такой вот циферблатик у нас есть. Итак, друзья, в общем-то, для того, чтобы использовать полноценно данный браслет, да и, в принципе, любой фитнес-гаджет, нам необходимо приложение. Приложение можно установить либо с Play Market, если вы пользуетесь Android, либо с App Store, если вы пользуетесь iPhone, как я в данном случае. Приложение называется Lenovo Healthy. Оно, в принципе, неплохое. Я установил, зарегистрировался, занимает это все буквально, ну, минуту максимум вашего времени. И здесь все очень-очень просто. Во-первых, есть несколько экранов главных, и всего лишь три. Это активность, сон, ну и непосредственно сердечный ритм. Для того, чтобы у вас все было хорошо, вам приложение предложит зарегистрироваться. И далее вы просто настраиваете свой браслет один раз и навсегда, и после этого начинаете им пользоваться. В первую очередь вы проходите во вкладку самого браслета, делаете все необходимые вещи, которые вам будут найти мой телефон. Вот это вот все, напоминание о цели, смарт-напоминание. Смарт-напоминание это непосредственно, если вам, допустим, начинает звонить, здесь все будет отображаться на дисплее данного браслета. С каких приложений определенное количество, то есть не со всех, а есть SMS-ки, телефон, e-mail, WhatsApp, Instagram, Line, Skype и так далее. Дальше вы можете установить силу вибрации, с каким будет вибрировать данный браслет во время уведомления. Установить будильник, не знаю, умный он или не умный, но я установил на 8 утра, посмотрим, как он завтра сработает в 8 утра. Вы можете посмотреть обновление прошивки, и что мне понравилось, здесь можно установить, как будет отображаться информация на дисплее. Допустим, вы хотите горизонтально слева, либо вы хотите горизонтально справа, вот это прикольно. Либо вы хотите вертикально, горизонтально слева, вертикально. То есть вот так вот это все будет отображаться вертикально. Прикольно, не на всех фитнес-аксессуарах и браслетах есть такая функция. Молодцы, компания Lenovo, что подумали за нас в этом направлении. Ну и все, после того, как вы настраиваете браслет, вы можете загрузить свою фотографию, дальше поставить единицы измерения, километры, метры и так далее. Либо, если вы живете где-то за границей в футах-милях, то поставите в футах-милях. Если вы пользователь компании Apple, iPhone, вы можете включить синхронизацию с программой здоровья. Туда будут посылаться все необходимые данные, которые будет собирать данный фитнес-аксессуар. Ну и наши новые начинания, WeChat-аккаунт, если вы, допустим, заморачиваетесь, и у вас есть WeChat. Ну а здесь все просто. Есть у нас шкала активности за сегодня. Пройденное расстояние шагов в калориях в минутах считается. Этим все дело можно поделиться через социальные сети. Я думаю, что если нажать кнопку поделиться, то да, можете поделиться и, допустим, отправить статистику, я не знаю, кому-кому-нибудь, но можете отправить, своему доктору, к примеру. Если вы хотите посмотреть просто активность в течение дня, то с каждым пройденным шагом и обновлением и синхронизацией браслета здесь будет отображаться некая информация. Так как браслет новый, у нас здесь шагов ноль. Посмотрел, попытался я сделать вот такое количество подергиваний. Будет ли он это считать за шаги? После синхронизации браслета у нас шаги не появляются. Из чего я могу сделать выводы? О том, что в последнее время это не только от компании Lenovo, но и в частности про этот браслет Lenovo. Я думаю, что он будет более-менее точно считать всю вашу активность, в том числе и пройденное расстояние. Посмотрим, как себя покажет на деле. Как работает режим сон, пока мне непонятно. Скорее всего, это какие-то моушн-датчики. Просто ворочайтесь, не ворочайтесь, какой у вас сон. Глубокие поверхности, поверхностные и пробуждения. Но на самом деле это все такое мнимое в плане... Не изучит никакой, скажем так, потребительский аксессуар. Никак не изучит профессионально. Сомнологи есть такая профессия, которые занимаются проблемами сна. То есть вы здесь получите просто какую-нибудь красивую статистику. Я особо в это не верю. Напишите в комментариях, если я ошибаюсь, то почему и вообще стоит ли рассматривать как анализ сна от фитнес-аксессуаров, тем более китайских, в заправду и всерьез. Ну а далее у нас сердечный ритм. Здесь у нас все измерения. Можете принудительно измерить сердечный ритм. В самом браслете, конечно же, установлен датчик, который считывает все эти данные. Как только он не может посчитать, он, например, пишет, ну вот никак, да. Я сейчас записываю видео, может быть, в какой-то степени волнуюсь и, соответственно, получаю... Давайте, да, минимально у нас пускай будет 80... Нет, 75 все-таки у нас нормальный пульс. Автоматическое измерение также можно настроить. Ну и посмотреть график сердечного ритма в течение какого-то периода времени. Мне понравилось приложение, пользоваться можно. Сам фитнес-аксессуар, по первым своим впечатлениям, не создал никаких вау-вау эффектов. Я хочу сказать, что он очень сильно похож на Xiaomi Mi Band. Да, они все похожи на Xiaomi Mi Band, потому что компания Xiaomi первопроходится в этом плане. Ну а само приложение мне понравилось. Браслет я буду использовать в качестве основного, потому что никакого другого у меня нет. Ну и, может быть, если вам будет интересно, сравню с одним из самых продаваемых браслетов. Это от компании Huawei Honor Band 3. То есть его очень хорошо покупают. И мировая статистика продаж говорит нам о том, что это второй по популярности браслет Китая во всем мире по покупаемости. То есть его также любят наравне с Mi Band 2. Но совсем скоро Mi Band 3. Постараюсь для вас его надыбать очень-очень быстро и сделать, скажем так, обзор. Покупать, не покупать такие фитнес-аксессуары. В частности, данный браслет от компании Lenovo каждый решает сам. Спасибо, что посмотрели до конца. Обязательно пишите, что вы супергерой, если досмотрели до этого момента. Обязательно поставьте лайк, нажмите share и, конечно же, колокольчик. Это важно, и вы тем самым помогаете мне в развитии. Совсем скоро увидимся. Все полезные ссылки, подписаться на группу ВКонтакте, на канал, а также на товар, будут в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok